Девушки отдыхают Это далеко не полный список знаменитых имен, которых помимо известности объединяет еще одно обстоятельство. Все они отцы-одиночки. Что движет этими мужчинами? Обостренный отцовский инстинкт, соперничество с бывшими женами и жажда мести за нанесенные обиды, необходимость в наследнике или просто уверенность в том, что мать-одиночка не способна достойно воспитать своего ребенка без участия отца. Считается, что одинокие папы имеют невероятный успех у женщин. Но так ли легко найти для себя жену и новую маму для своих детей? В хозяйстве Григорьевых случилось ЧП. Кролики сбежали из клеток и обгрызли капусту, которую хозяин дома не успел собрать в огороде. На спасение урожая и отлов беглецов запущен отряд самых ловких членов семейства. Ведь в этой семье столько ртов, что каждый качан на щиту. Папа, ну именно возле забора ухаждают. А это маленький декоративный. Да. А серого нет. Лешка, Антошка, Максим и Алина – это Григорьевы младшие. А есть еще трое детей постарше и трое уже совсем взрослых и самостоятельных. Все родные, как один похожи на маму. На восемь пацанов всего две девочки. Можно сказать, юбилейные. Пятая и десятая – самая младшенькая. Их могло быть одиннадцать, если бы семь лет назад не случилась трагедия. Последнему ребенку не суждено было появиться на свет. Игорь Григорьев потерял его вместе с любимой женой. Они говорят, спешить теперь некуда. Или как некуда? Мне нужно бегать туда-сюда. Они говорят, больше Мариночки нет. Или как нет? Как может в больнице умереть человек? Нет. Она не умерла. Она сбросилась с четвертого этажа. Вот и все. Казалось, ничто не предвещало беды. До того, как беременную Марину Григорьеву положили в больницу на сохранение, в их семье все было спокойно. Правда, незадолго до трагедии Игорь потерял работу. Но это были временные трудности. Супруги привыкли справляться с проблемами. Еще бы. Десять детей растить. Поэтому для Игоря до сих пор остается страшной загадкой, что заставило многодетную любящую мать выброситься из окна роддома. Я забил на несколько дней. Я к Рубу не подходил. Потому что я не мог подойти к Рубу. Это было что-то страшное. Но потом остановился и не знал вообще. Я был, конечно, ну шок. Это было не то, что шок. Это был просто страшный шок. Игорь до сих пор вспоминает об этих тяжелых днях со слезами. Он заливал горе алкоголем. А ведь надо было еще как-то объяснить детям, что их мамы больше нет. А как сказать? Как сказать? Вот они сели. Я не знаю, как я вздохнул и сказал, ребята, мамы больше нет. Мама умерла. И как они закричали. И как. Я выскочил во двор. В общем, лучше про это не вспоминать. Я даже не хочу. Это очень неприятно. Просто это смерть. Через это пройти это страшно. Психологи считают, что обдавевшим мужчинам, внезапно потерявшим свою вторую половину, тяжелее всего оказаться с детьми на руках. Как правило, такие папы совершенно не понимают, что с ними делать и как дальше жить. Потому что мужчина живет в полноценной семье. Работает, пришел с работы, все готово. Дети накормлены, дети напоены, уроки сделаны. Их с ними погуляли и уложили спать. А он пришел, его накормили, он сел, телевизор посмотрел, и тоже лег спать. Все. Он не знает изнутри вот эту жизнь женщины, мамы, занимающиеся детьми. И вдруг, неожиданно, резко он приходит, жена умерла, уже горе страшное погибло. Это страшное горе, неожиданная трагедия в семье. У него и так в глазах темно, а тут еще дети. Это самый трудный момент. Но отцовский инстинкт у Григорьева оказался сильнее горе-утраты. Через несколько дней Игорь взял себя в руки, протрезвел и полностью погрузился в заботу о детях. Самые младшие еще долго думали, что мама не оставила их навсегда. И ждали, что она вот-вот вернется. Я их старался вытащить от плеч, от этого состояния. Просто это было очень неприятно. Ну как отвлечь, ну как отвлечешь? Когда вот мама, 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 маленьким детям говорил, мама далеко, когда вырастете, она к вам приедет, вернется. Ну а сейчас они уже понимают. А в то время они все ждали и надеялись. Вот в чем дело. Сейчас дети уже знают, что у них остался только один самый близкий и родной человек. Это папа. Младшая Алина маму даже не помнит. Слишком маленькая была, когда ее не стало. Поэтому в доме всегда на виду мамина фото, чтобы дети не забывали ее лица. Кто тут? Да. Там мама и папа с мамой. По двору Григорьевых сразу видно. Здесь живет большая семья. Если велосипеды, то целая парковка. Если ботинки, то целый склад. В скромном частном доме, который строил еще отец главы семейства, нет ни одного свободного квадратного метра. У каждой стены по кровати. Письменный стол один на всех. Уроки школьники делают по очереди. Трое старших сыновей уже живут отдельно. Но и подрастающим младшим все сложнее помещаться в крошечных комнатах. Вот тут спит Антон, а там Максим. Тут они иногда рисуют. Это сейчас дети уже вполне самостоятельные. И гостей встретят, и по хозяйству помогут. Но Игорь до сих пор с ужасом вспоминает то время, когда он остался один с оравой из десяти человек. Полгода после гибели жены привыкал к тому, что он теперь и за папу, и за маму. Женским домашним обязанностям пришлось учиться, что называется, по ускоренной программе. Четверо детей были совсем малышами. Самой маленькой тогда еще не исполнилось двух лет. А ведь таких крох не накормишь яичницей на скорую руку. Кастрюли, тарелки, миски, все это нужно было... Ну, тяжело было, ну, что говорить. А тут еще психология. Вообще все же... Такого быть не может, что жены нет. Думаешь, как мысли были такие, что вот она будет, вот она будет. Игорь каждый день пребывал в панике. Сколько продуктов купить, чтобы хватило на всех. Как успеть приготовить завтрак, обед и ужин. Во что одеть, обуть. Все эти родительские науки Игорь постигал методом проб и ошибок. То на рынке подсунут мясо с душком, то холодильник опустеет еще до обеда. А каждый сбор детей на прогулку вообще превращался в настоящий кошмар. Не, ну, вы представляете, когда они не умеют одеваться, обуваться еще. Ну, дочка помогала. Вот. То есть, или я дочке помогал, получалось так. Ну, в общем, все толпой одевали, обували. Нужно было четверых ходить об путь. А Алине было два годика с лишним. Максимум было три годика, там, с копейками. Антону было четыре, Лешке было пять. И все это вместе нужно было. Тогда быстрее всех пришлось повзрослеть 11-летней Наде. В доме катастрофически не хватало женских родов. Пришлось девочке и готовить на всю большую семью, и помогать отцу с малышами. Надя теперь для них больше, чем просто сестра. Им не хватает женской ласки. Почему у них Надя как мама стала? У них Надя стала как мама. Они к небе вот все. Надь, 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 кто-то, Надь, кто-то. Ну, мужик не может того дать, что даст женщина. Женщина-мать. Или просто женщина может поприласкать, погладить как-то там. Ну, это... Ну, мужик не может так. Может, не просто по своей физиологии. Он не может он так сделать. Не так, нет, не то. Без женщины, конечно, плохо. Бывало, что и железному терпению многодетного отца наступал предел. Но Игорь ни разу не позволил себе сорваться. С тех пор, как похоронил жену, он не пригубил ни рюмки. Хотя и признается, что желание хоть куда-то сбежать от проблем возникало периодически. У меня были мысли раз или два нажраться, напиться, забыться. Честно скажу. Вот. Чтобы какой-то спокойствие наступило. Ну, каждому человеку охота спокойствия. Но в то же время я одновременно подумал. Ладно, нажусь, напьюсь, забудусь. Потом проснусь. Будет голова болеть раз, а проблем будет в два раза больше. О своей личной жизни Игорь даже не помышляет. Говорит, что у детей в памяти должна быть только одна женщина – их мама. К тому же одинокий отец понимает, что шансы найти такому количеству детей хорошую мачеху, которая смогла бы полюбить их как своих собственных, ничтожно малы. Да и привычка обходиться одному уже укоренилась. Мне даже самому будет неприятно, дома будет посторонняя женщина. Как-то не то, не то. Нет. Ниха. То мы сами как-нибудь потихонечку уже, кажется, ребята женскую работу делают. Ничего. Мы втянулись, привыкли. Ломать привычки. Сейчас дома появится посторонний человек, к примеру, и уже будет какое-то стеснение у детей. Однако психологи считают, что отсутствие одного из родителей нарушает у детей правильное представление о здоровых взаимоотношениях не только внутри своей собственной семьи, но и между мужчиной и женщиной в целом. У них должно закладываться в программу взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Как папа-мужчина ведет себя по отношению к женщине, к маме, как наоборот. Этому нельзя научить словами. Вот вырос ребенок, ты вот так делай, и будет все хорошо. Это делается, наши все поступки, они диктуются подсознанием. Закладывается в подсознание только то, что мы видели, ощущали, невольно, специально, не думая об этом, где мы росли, с кем, как, какие были взаимоотношения вокруг нас. Игорь полностью посвятил себя отцовскому долгу, поэтому тревожит его не отсутствие личной жизни, а совсем другие проблемы, в первую очередь, финансовые. Денег всегда не хватает. Игорь пытался подрабатывать, но многодетное отцовство и работа оказались несовместимы. Одинокий папа признается, если бы не помощь чужих людей, они бы не выжили. Одни детские лекарства съедают половину семейного бюджета. А у нас проблема какая-то. Как стоит одному закашлять, и они все начинают кашлять, ей давай покупать таблетки, незапланированные расходы, таблетки, уколы. А это покупать же, а не им давать всем. Это сколько надо покупать? Целый мешок? Смотрите после рекламы. Что заставило многодетного отца поверить в чудо? Такого быть не может. Это просто сказка. Ну, это сказка. Как профессор Лебединский стал отцом-одиночкой? Дочка никогда не нужна была своей маме. Но в данном случае я говорю правду. Почему дочка музыканта покинула страну? Я сильно нервничала. Когда я спела в самолет, я сразу сказала, вот это начало, наверное, на мои взрослые дети. Эта большая семья стала настоящей курской достопримечательностью, о которой знают уже далеко за пределами города. Вот этот микроавтобус Григорьевым подарил один московский бизнесмен. Игорь тогда не смог сдержать слез. Самому такую покупку ему бы никогда не потянуть. Ведь живут они на пенсии детей и его пособия по уходу за детьми. А машина была им просто необходима. Мы тут вмещаемся. Тут трое-четверо, сзади трое-четверо. Тут мы садимся. Все, вода есть. В ней зимой тепло. В ней зимой Ташкент. Тот же столичный бизнесмен несколько месяцев оплачивал няню, которая помогала им в самых критических ситуациях. А недавно к дому Григорьевых подъехали незнакомые люди. Сказали, что будут ставить пристройку к дому. Скоро у Григорьевых будет теплый туалет вместо уличной кабинки и настоящая ванная комната с горячей водой. Давняя мечта всех обитателей этого дома. Глава семейства до сих пор не знает даже имя того, кто сделал им такой подарок. Я спрашиваю, кто это, что это, хоть я уж знать не знаю даже, что. А мне ответили, тебе это не надо. Меньше будешь знать, меньше будешь болтать. Даже животные тянутся к этому дому. То и дело, во дворе поселяются приблудные кошки. Их не гонят, хотя и своей живности здесь достаточно. Несмотря на все сложности, Игорь Григорьев ни разу не пожалел о том, что взвалил на свои плечи такую ношу. Ведь 10 детей это его единственное богатство. И для него главное, чтобы им было хорошо. Пусть я буду мучиться, пусть я там буду, ну, чтобы там не было, чтобы дети были дома. Если детям плохо дома, то дети что делают? Они из дома убегают. Мои дети хотят домой. Со школы побыстрее, откуда еще, хотят домой. Значит, дома им хорошо. Все. Она еще не знает, что мир такой большой, и маленькие ушки не завешены лапшой, и не нужны нам умники, кто там есть и шоу, когда есть папа с мамою, и дома хорошо. Главный герой этого клипа профессор Лебединский и его крошечная дочка Вероника. Кто бы мог подумать, что брутальный автор хита 90-х «Я убью тебя, лодочник» может быть таким сентиментальным. Счастливый отец не скрывает своих чувств. А вот лицо мамы на видео намеренно скрыто. Потому что этой девушки больше нет в жизни не только музыканта Лебединского, но и этой малышки. С ней ничего не случилось. Она жива и вполне здорова. Просто очень скоро после рождения Ники семья девушки стала попросту не нужна. Дочка никогда не нужна была своей маме. В данном случае я говорю правду, и пусть мама не обижается на мои слова. Потому что об этом знают все, собственно говоря. Еще до рождения дочери Алексей, это настоящий профессор Лебединского, почувствовал, что настоящей семьи у них не получится. Но дочку очень ждал. И когда Вероника появилась на свет, был по-настоящему счастлив. Я с самого детства, вот моя мама, не даст соврать, с самого детства, говорю, у меня будет любимейшая дочь. И я ее ждал с самого детства. То есть и все мы росли, прямо с любовью, с животом разговаривали. Мы знали, что там наше любимое существо. И я ее сам, собственно говоря, взял на руки и перерезал пуповину. И я все это снял и на видео, и на фото. И обожрался тогда реланиума, потому что мне так колотило так, что невозможно. Это самое священное, что я видел в своей жизни, появление ребенка на свет. Алексей до сих пор вспоминает, как кричал вместе с роженицей во время схвата. Она выдирала ему волосы из шевелюры, за которую хваталось от боли. Момент появления дочки на свет музыкант называет святым. Вот только мама, Ники, это удивительное мгновение почему-то быстро забыла. Не прошло и полутора месяцев, как она начала говорить, все, уже не могу, забери у меня ребенка. Все. Поэтому мне повезло, что ребенок со мной, и, собственно говоря, никто не жалуется на ситуацию. И я не запрещаю дочери встречаться с матерью, пожалуйста, когда хочешь. И я говорю, пожалуйста, приезжай к ребенку, общайся. Я ни в коем случае не против. Сегодня Лебединский не только известный музыкант и успешный фотохудожник, но и заботливый отец-одиночка. Правда, общаться с дочкой ему сейчас приходится на расстояние. Недавно он отправил девочку учиться в Англию. Вот какой она стала. 15-летняя красавица, на которую невозможно не обратить внимания. Меня расспрашивали, как же мы с тобой вдвоем тут живем. Как вообще без мамы ты у меня растешь. Я говорю, что иногда трудновато, а вообще нам с тобой хорошо, мне кажется. Я прав? Да, я вообще счастлива, что у нас есть такая ситуация. И я считаю, что папа мне может быть то, что мне нужно. Моя дорогая, ну не все, конечно, к сожалению, я могу тебе дать. Но все, что могу, я тебе даю, малыша моя дорогая. Конечно. Музыкант не жалеет, что так легко расстался с мамой Вероники, став одиноким отцом. Алексей уверен. Попытайся он тогда сохранить семью, им всем было бы гораздо тяжелее. Было бы хуже, если бы я жил с той самой девушкой, которая бы портила нервы мне, и я портил нервы ей, и в итоге страдал бы ребенок. Правильно? Поэтому я всегда стою за то, чтобы люди, которые друг другу не подходят и расходятся, они расходились немедленно. И не надо вот находить оправдание ради детей, мы будем вместе. Дети чувствуют фальшь больше, чем вы. Поэтому расходитесь с чертовой матери, скажите друг другу спасибо за счастье, которое вы дали. Все, скажите спасибо и ищите себе новую половину. И ребенок будет, мне кажется, счастлив тогда. Когда родилась Вероника, профессор Лебединский был на пике популярности. Концерты, гастроли, записи в студии, съемки клипов он почти не бывал дома. И дочку первое время растили няни и бабушки. Но папы в жизни Ники все равно было больше, чем мамы. Точнее, ее не было совсем. Лебединский всегда понимал, что девочке не хватает материнского внимания. Он даже мог часами рассуждать с дочкой о нарядах и украшениях. Но слушать бесконечные рассказы про симпатичных мальчиков из класса и тем более давать дочке советы на эту тему, папа был не готов. Когда ей полонавилась в 14 лет, в прошлом году, она на свой день рождения, сказала, пап, я тебя поздравляю с тем, что я у тебя есть. Я себя поздравляю с тем, что ты у меня есть. И я тебе желаю, чтобы ты наконец нашел себе девушку и мне маму. То есть ребенок, так говорит, в 14 лет. Это достаточно существенно. Впрочем, женским вниманием Вероника совсем не была обделена. Известный любитель красивых женщин профессор Лебединский не раз знакомил Нику со своими подругами. Однажды девочка даже призналась отцу, что ревновала его к одной из девушек. Ну, вдруг мне дочь моя говорит, пап, ты меня прости, пожалуйста, за то, что я себя так вела. Я говорю, когда? Он говорит, ну, тогда, на Кипре. Это год прошел. Как ребенок говорит, пап, ты прости, я так ревновала. Потому что девушку тоже зовут Вероника. Она говорит, вот теперь у тебя есть своя Вероника, теперь я тебе не нужна. То есть были, конечно, такие вещи, но она их взвесила уже по-другому и сейчас говорит, прости. Смотрите после рекламы. Почему звезда шоу-бизнеса боится, что дочь станет певицей? Я понимаю, что ее начнут рвать на куски всякие уроды. Что разлучило калининградских близнецов? Вот у вас ребенок больной и точка. Есть ли у отцов материнский инстинкт? У человека, мужчины и женщины материнский, если уж гать инстинкт, формируется воспитанием. Дочка унаследовала музыкальный талант отца. Но Лебединский признается, что побаивается отдавать ее в лапы отечественного шоу-бизнеса. Слишком много он сам знает о его подводных камнях, о которые не раз спотыкался. При таком удивительном слухе, при такой музыкальной памяти, при таком вкусе, который у нее, нельзя ребенку обрубать талант. Вот ни в коем случае. Как бы страшно не было развития вообще ее в шоу-бизнесе, да, она симпатичная девочка, у нее хороший голос, я понимаю, что ее начнут рвать на куски всякие уроды, и я их убью всех, потому что в итоге они будут, естественно, лезть. Но недавно Вероника объявила папе, что хочет стать хирургом. Лебединский даже обрадовался. Если бы дочка стала врачом, ему было бы спокойнее. Хотя и от музыкального образования он отговаривать дочь не станет. Главное, чтобы у нее была в руках профессия, чтобы она ни от кого не зависела. Это самое главное. Это наш путь, который она прекрасно осознала, что нужно быть самой кем-то, иметь в руках профессию, чтобы уже не зависеть. И я говорю, пусть они тебе целуют ноги, потому что есть за что целовать, и ты будешь выбирать, с кем тебе лучше, чем наоборот. Ники 15. И уже сейчас ее отец понимает, что от поклонников у девочки не будет отбоя. Лебединский говорит, что примет любой ее выбор и морально даже готовится к тому, что дочка может рано выйти замуж и сделать его дедом. При этом Алексей не исключает, что и сам он успеет еще раз стать отцом и желательно не одиноким. Я не сомневаюсь, что так будет. Вот ни на секунду. И Ника мне говорит, слушай, давай-ка ты мне подаришь сестренку и братика еще до того, как ты станешь дедушкой. Я говорю, секундочку говорю, никто меня не держит, чтобы у тебя появился брат или сестра, который будет моложе твоих детей. Такое тоже бывает. В обществе принято считать, что материнский инстинкт заложен в женщине самой природой. А вот у отцов он просыпается не сразу. Кому-то для этого достаточно взять ребенка на руки, кому-то увидеть его первые шаги, а у кого-то отцовские чувства не разбудить ничем. Но оказывается, ни у мужчин, ни у женщин особое отношение к собственным детям не является врожденным. У человека, мужчина и женщина, материнский инстинкт, формируются воспитанием. Если среда воспитывает в нем сознание, что он должен рожать, заводить и воспитывать детей, он будет расти с этим стремлением и понимать значимость этого момента в своей жизни. На маленькой кухне в старой калининградской коммуналке Дмитрий Морозов управляется как заправский повар. Каждый день он готовит свежий суп и еще что-нибудь вкусное для своего сына Миши. Он у меня молодец, ест все. Ест все, но единственная проблема, что должно быть все протертое, все должно быть перемято, потому что нарушены вот эти жевательные функции и не может жевать. Поэтому все должно быть протертое и мягкое. Десять лет назад Дмитрий оказался в ситуации, справиться с которой порой не под силу многим родительским парам. У него тяжело заболел сын. Детский церебральный паралич. Мама Миши не справилась с таким испытанием и бросила мужа, оставив ему больного ребенка. Дмитрий до сих пор не понимает, как она могла так поступить с родным сыном. Не хотелось бы, конечно, сейчас грязь на кого-то лить, но да, я не увидел той материнской любви, привязанности к ребенку, той материнской ответственности, на которую, наверное, все мы рассчитываем. Но жена Дмитрия ушла не одна. Она забрала себе Мишиного брата-близнеца Андрея. Мальчики родились, как две капли воды, похожими друг на друга и абсолютно здоровыми. Но через три дня Миша перестал дышать. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. Откуда она взялась, эта двусторонняя пневмония, сейчас уже непонятно, да и не хочется в этом копаться уже. Ну и из-за остановки дыхания он пролежал под аппаратом искусственной вентиляции легких 19 суток. Ну и сказали, что аппарат-то он за человека дышит, но что-то там, какие-то нарушения в мозгу делает. Сказали, готовится к трудностям. Вот. Вот они эти трудности не заставили себя ждать. До последнего родители малышей надеялись, что все обойдется. Миша поправится и не будет отставать от брата в развитии. Но чуда не произошло. О диагнозе было сказано не ежесекундно, не в одну минуту. То есть вот у вас ребенок больной и точка. Это было поначалу, пока они маленькие, совсем там от рождения, месяц, особо и не заметно никакой разницы между малышами. А затем уже по мере роста, по мере развития детей уже видно, что у Миши отставание, конечно, было в развитии. Он не так набирал вес. Ну и затем уже было видно двигательные нарушения все различные. То есть чем ребенок старше становился, тем виднее были все эти нарушения его, все наши проблемы. Мать продержалась полтора года. Дмитрий не любит рассказывать о том, что его жена выпивала и до рождения детей, и после. А однажды он едва не потерял своего Мишу. Оставил ребенка с женой и ушел на работу. А когда вернулся, мальчик уже был в больнице с разбитой головой. Было постепенное, постепенное как бы аккумулирование всей вот этой, всего негатива, всех сложностей, с которыми нам пришлось столкнуться. То есть потихонечку, потихонечку и в конце концов уже через полтора года после рождения малышей, вот пацана был уже по полтора года, я решил, что по отдельности нам будет легче жить, да и детям безопаснее и проще. Дмитрий сам подал на развод. За 9 лет, что он живет с Мишей, бывшая жена ни разу не поинтересовалась здоровьем сына. Она предпочла о нем просто забыть, как будто его и не было. При расторжении брака, когда мы решили разбежаться уже, вроде как решили, что Миша однозначно остается жить со мной, потому что сколько Миша болел маленький, в больницах всегда я с ним лежал, это и мне приходилось и с работы отпрашиваться. В итоге я поменял одну работу, другую, третью, нигде долго не держался из-за этого, из-за тяжелого Мишина состояния всегда с ним ложился в больницу. То есть Миша остается со мной, а Андрей вроде как остается с ней. В комнате у одинокого папы двухэтажная детская кроватка для обоих близнецов. Самая большая мечта у Дмитрия забрать и второго сына к себе. Ведь между близнецами очень сильная связь, и отец уверен, что вместе им было бы лучше. Тем более, что Андрей живет у бабушки и матери не особо-то нужен. Но здорового мальчика она не отдает. Он и ко мне сюда прибегает, и звонит, папа, приедь, возьми меня. Сейчас уже в школе учится, и на выходные здесь. Конечно, он и Мишу воспринимает, понимает, что у Миши проблемы большие. Относится к нему соответствующе, аккуратно, осторожно. При этом видно, что отношения детей этим диагнозом никак не испорчены. каждый день у Миши и его папы похож на предыдущий. Вся жизнь строго по расписанию. Подъем, завтрак, реабилитационный центр или домашние занятия. И так из года в год. Дмитрий уже научился угадывать желания и капризы сына. Ведь он не может ни сказать о них, ни даже показать. Но главное, что приобрел одинокий отец, это невероятное терпение. Иначе с таким ребенком просто не выдержать. Здесь мне повезло. Миша сам по себе терпеливый человек, и поэтому мы, наверное, друг у друга учимся терпению и учить чувсти, не срываться в какие-то сложные моменты, держать себя в руках. Если надо, то надо сделать что-то, не давать себе в чем-то подласть, что-то, не давать себе расслабиться. Сейчас, говорит, Дмитрий уже легче. Миша стал спать по ночам. И он уже может отлучиться ненадолго в магазин. А раньше мальчика нельзя было оставить ни на минуту. Приходилось просить о помощи соседей. Зато такая беззаветная отцовская любовь начала приносить свои плоды. После нескольких курсов реабилитации у Миши появился прогресс. Он фокусирует взгляд и пытается держать голову. Прислушивается к звукам и даже по-своему поет. Каждое достижение сына для Дмитрия настоящая победа. Видны сдвиги, видны сдвиги. Они очень маленькие, они малюченькие, но для нас это праздник. Вот он погремушку не берет в руку, но пытается ее взять, вот каким-то образом сжимает пальчики. Ему сложно это сделать, но это получается. Это уже сдвиг, это для нас родители вот таких детей, это уже радость. Вот он пытается ее держать. Раньше он этого не умел. Дмитрий уверен, Миша смог бы развиваться еще быстрее, если бы рядом с ним была любящая мама. И он уже нашел такую. Они познакомились по интернету, потом встретились в реабилитационном центре. У нее тоже сын с таким же диагнозом. Теперь они мечтают забрать Мишиного брата и вместе воспитывать детей. Но жить им попросту негде. В маленькой 17-метровой комнатушке в нашей коммунальной квартире жить в пятером, из которых двое детей инвалидов, это практически невозможно. Переговоры с администрацией Калининграда результатов не дали. Мишу поставили в общую очередь на жилье. Перед ним больше 20 тысяч претендентов. А значит и шансы обрести настоящую полноценную семью и главное так недостающую материнскую ласку у мальчика все еще слишком малы. Смотрите после рекламы. Почему больной ребенок может остаться без мамы? В наше время не все люди и далеко не всегда могут создать семью. Что обижает отцов одиноче? Конечно обидно. Там мужики заколачивают деньги, там все такое, а вот ты тут сидишь со всякими бабушками. Могут ли дети выбирать родителей? На суде я сказала, что я буду с папой. По официальной статистике в России семьи отцов-одиночек составляют всего 1% от общего количества неполных семей. Но в ближайшие годы число мужчин, самостоятельно воспитывающих своих детей, может существенно увеличиться. Что это? Признак времени? Результат женской эмансипации? Мужской героизм? Или обычная социальное явление? И может ли отец заменить ребенку маму? Было время, когда одинокий отец Юрий Николаев тоже мечтал найти жену для себя и маму для своей дочки Маши. После предательства Машиной мамы он долго не мог представить, как будет один воспитывать дочь. Ведь он мужчина, а девочке, казалось тогда Юрию, просто необходима именно женская забота. Всякие методы перепробовала, интернет, всякие газеты и знакомые. Ну, я считаю для себя, что лучше никак, чем кое-как. Понимаете? Вот. Ну, на этом остановился. Когда несколько претенденток не оправдали ожидания, Юрий решил не торопиться. Все-таки два раза он уже был женат и оба неудачно. В первом браке родился сын, с которым отец не общается. Парень сам принял такое решение. Юрий даже думает, что его нынешнее одинокое отцовство это расплата за то, что он не сумел наладить отношения с сыном после развода с первой супругой. Вторая жена была ровно вдвое моложе Юрия. Ей было всего 16, ему 32. Юрий был успешным бизнесменом, носил молодую жену на руках и дарил дорогие подарки. Ну, как сейчас можно говорить, беря от жизни все, понимаете? А это, наверное, в какой-то период я мог обеспечивать, да? А потом родился ребенок и стал труднее. Нужно было выбирать или приоритеты расставить. Правильно? Для меня приоритет это ребенок и потом уже на втором месте жена и только на третьем я. Машина мама продержалась три с половиной года, а потом нашла себе другого. И дочка превратилась для матери в обузу. Она предпочла оставить девочку отцу. Маше мешало собственной маме строить карьеру и налаживать новые отношения с мужчинами. В детстве я, например, даже как-то не задумывалась о том, есть мама, нету мамы. У меня папа все дает. Мне, как многие говорили, когда узнавали, какой у меня папа и что у меня нет мамы, мне многие говорили, у тебя папа один и за бабушку, и за дедушку, и за маму, и за прабабушку, и за всех. Официальный развод Юрий оформил не сразу. Маша к тому времени уже подросла, и когда в суде ее спросили, с кем из родителей она хочет остаться, девочка без раздумий выбрала папу. На суде я сказала, что я буду с папой. Но я не жалею о своем решении нисколько. Потому что я точно знала, что вот папа, он меня с самого рождения, ну, конечно, я с рождения не помню, но сколько я себя помню, со мной постоянно был папа. Гулял папа, играл папа, учил папа, ну, все делал папа, а маму я как-то, ну, если честно, я даже не помню, как она выглядит. Ну, правда, только там, если по фотографиям сторон вспомнить. Вот. Поэтому для меня это было как-то само собой, что я останусь с папой. Он для меня с самого начала был единственным родителем, защитником. Не так давно, к мнению детей при разводе родителей, в судах начали действительно прислушиваться. Раньше безоговорочное преимущество всегда было на стороне матери. А уж если она не была алкоголичкой и не вела аморальный образ жизни, то отцу ребенка бы точно не оставили. Теперь слово ребенка является, если и не решающим, то одним из главных факторов в решении суда. И, по сути, свои какие-то изменения в законодательстве, которые касались, в частности, того, что необходимо услышать мнение ребенка старше определенного возраста, с кем он хотел остаться при разводе, это только новация последнего десятилетия. Поэтому ситуация, безусловно, меняется. Маша росла, и Юрию пришлось уйти из большого бизнеса. Ребенок стал отнимать слишком много времени. Он сам отводил дочку в детский сад и в пять вечера забирал ее домой. Первое время пытался просить присмотреть за Машей бывшую жену. Думал, все-таки мама, должна же она хоть иногда вспоминать о дочери. Но скоро стало понятно, что материнский инстинкт у этой женщины отсутствует. У нас ребенком вообще не занималась. Ну, то есть, так же так, что нельзя было вызвать, попросить даже посидеть. Я говорю, позвоню, приехай, посиди пару часов. То, что мне надо ехать, договор подписать. Ну, кормить, что же я должен, правильно? Где-то деньги брать. Вот. Нет, я не могу. В выборе методов воспитания дочки Юрий доверился собственной интуиции. Просто действовал так, как считал нужным. Например, никогда не начинал есть, пока дочка не подаст ему столовые приборы. Юрий считал, что даже маленький ребенок должен выполнять маленькую работу. Со временем одинокий папа научился практически всему, что должна уметь мама. И готовить, и стирать, и гладить, и даже шить. Он до сих пор вспоминает, как неловко себя чувствовал на детских площадках, где вокруг были одни женщины. Конечно, обидно. там мужики заколачивают деньги, там все такое, а вот ты тут сидишь со всякими бабушками и молодыми мамами. Ну, а что делать? Раз надо, значит, надо. Вот. И поэтому так себя смирял потихоньку. И, в общем, я не жалею, потому что ну, я ничего не потерял, только приобрел. У нас с ребенком такая гармоничная, неразрывная связь, понимаете. мы по-настоящему друг друга любим. Отец любит устраивать дочке сюрпризы. В этой семье уже стало традицией. Рано утром, в праздничные дни, Юрий будет дочку и ведет на кухню, где ее ждет подарок. И обязательно открытка с подписью любимой доченьки от любящего папы. Глядя на пример отца, Маша уже точно знает, что никогда не станет такой матерью, как была у нее самой. В роли мамы я себя представляла еще с детства. То есть, каждый раз я играла с игрушками, возила в коляске. У меня была своя кукла, которая считала своим ребенком. И как-то даже меня спросили, сколько ты хочешь детей. Я в пять лет ответила, что хочу десять детей. Ну, сейчас, конечно, я уже так, ну, оцениваю свои возможности. Ну, представляю, что меня ждет. Вижу, как со мной папа справляется. И представляю, что я буду делать, на его месте. Смотрите после рекламы. Почему взрослый ребенок отца-одиночки отталкивает женщин? Когда ребенок маленький, с ним проще найти контакт. Как родить ребенка без мамы? Признался, это вызвало потому, что в первый раз в нашей российской истории одинокий мужчина, который хотел стать отцом, отстоял свое право на продолжение рода. Суррогатное отцовство. Новый тренд или бегство от феминизма? В определенной степени тренд такой существует, и он касается не только России, но и других стран. Маше скоро 15. Почти 12 лет они с папой живут вдвоем. Казалось бы, все в их маленькой семье налажено. У каждого свои обязанности и свои привычки. Они отлично знают вкусы друг друга и безошибочно подбирают любые подарки. Не каждый отец способен купить дочери подростку одежду по душе. А Юрий с этим легко справляется даже без примерки. Но и папа, и дочка по-прежнему чувствуют, что чего-то им все-таки не хватает. Или кого-то. Вот только Юрий стал замечать, что со взрослой дочкой женщинам он уже не кажется таким привлекательным, как раньше, когда Маша была маленькой. Как она была маленькая, это имело такую положительную роль. А когда уже я вышел в возраст, в котором уже человек солидный, и когда уже ребенок подрос, тогда уже женщины смотрят немножко по-другому. Я вот сейчас чувствую, что интерес отошел. Потому что когда ребенок маленький с ним проще найти контакт, сделать его своим, что ли, я не знаю. Впрочем, Маша никогда не была против папиной личной жизни. Она заведомо принимает его выбор. Девочка убеждена, что если ее папа сможет полюбить еще какую-то женщину, кроме нее, значит, она будет, если и не идеальна, то близка к совершенству. Я бы хотела такую жену для папы, которая бы нравилась папе. То есть, потому что я знаю, что если папа кого-то выберет, то это точно будет прекрасный человек. Мой папа не ошибается в таком. Я доверяю его выбору. В последнее время в России появилась новая тенденция. Мужчина сначала обзаводится ребенком, а потом уже занимается поиском идеальной жены. Если в ней вообще будет необходимость. Чтобы получить ребенка и не иметь никакого отношения к его матери нужно не так много. Суррогатная мама, донорская яйцеклетка и миллион рублей. За несколько лет в нашей стране у одиноких мужчин таким способом появилось больше 50 детей. А в 2010 году бабушкинский ЗАГС в Москве зарегистрировал первого ребенка, у которого в графе мама стоит прочерк. Признас это вызвало потому, что в первый раз в нашей российской истории одинокий мужчина, который хотел стать отцом, отстоял свое право на продолжение рода, естественное, неотъемлемое, неочуждаемое право любого человека через суд. Об отце этого ребенка известно только, что зовут его Максим, он не дает интервью и скрывает свое лицо от прессы. Это человек 50 лет, состоятельный, состоявшийся, который, к сожалению, не смог найти ту женщину, который стал бы единственной спутницей, которая стала бы его подругой, женой и матерью для его детей, хотя он искал, но, как вы понимаете, в наше время не все люди и далеко не всегда могут создать семью. По российскому законодательству получить ребенка из пробирки одинокому мужчине сложнее, чем одинокой женщине. Для этого у будущего младенца должно быть две матери. Таковы юридические требования. Первая будет донором яйцеклетки, которую оплодотворят и перенесут второй, суррогатной матери. Она выносит и родит ребенка, с которым у нее не будет генетической связи. Не самый простой механизм, но другого пути в нашей стране пока нет. Но и это еще не все сложности на пути суррогатного отцовства. Максим осуществил свою мечту. Он стал отцом, но в ЗАГСе регистрировать ребенка отказались, посчитав, что программой суррогатного материнства в нашей стране могут воспользоваться только супружеские пары. Пришлось одинокому отцу обращаться в суд. Процесс тянулся достаточно долго, около трех месяцев. Все это время у ребенка официально не было ни имени, ни фамилии, ни отчества, никаких документов. То есть он как бы завис в правовом вакууме. Суд рассмотрел бабушкинские районы данное дело и принял первое в России прецедентное решение, которое касается регистрации ребенка, родившегося по программе суррогатного материнства, одинокого, не стоящего в браке мужчины. Вот то самое решение бабушкинского суда от 4 августа 2010 года, в котором отказ ЗАГСа признан незаконным. С тех пор были получены десятки подобных свидетельств о рождении с прочерком в графе «мама». Эти одинокие отцы по убеждению не афишируют своих поступков, вероятно, опасаясь предвзятого общественного мнения и избегая лишней шумихи вокруг себя и своих малышей. Смотрите после рекламы. За что судятся суррогатные папы? В результате было получено первое в нашей стране свидетельство о рождении суррогатного малыша с прочерком в графе «мать». Почему у Киркорова дети от суррогатных мам? Я главный и первый всюду, и поэтому и дети будут только у меня. Может ли отец перевоспитать маменькиного сынка? Он мне сказал «мама, и нахавиться, когда я кахтавлю». Единственно известный в России дважды суррогатный отец, который не скрывает, как у него появились дети, это певец Филипп Киркора. «Мне не жаль тебя, мне жаль ты зиму и любить тебя мне выносимо, мне не жаль тебя, мне жаль этот вечер, сердца больше нет, любить больше нечем». 45-летний Киркоров за один год дважды успел стать отцом. Первой появилась на свет Алла Виктория. Певец не скрывал, что ее родила суррогатная мать. И буквально через полгода Киркоров снова всех удивил. Таким же путем на свет появился его сын Мартин. Мальчика назвали в честь латиноамериканского певца Рики Мартина, который тоже воспитывает близнецов, выношенных суррогатной матерью. Король российской эстрады намеренно не скрывал происхождение своих детей. По его словам, он на своем примере хотел показать всем, что одинокие люди, не только женщины, но и мужчины, которые хотят иметь детей, могут решить свою проблему. Певец не отрицает, что у него масса поклонниц, готовых родить ему ребенка. Вот только с ними нет никаких гарантий, что однажды у Филиппа не захотят забрать малыша, ведь права одинокого отца российское законодательство никак не защищает. Детское счастье Детское счастье Мирное Люди Чтоб Жили Ну и Чтоб Ну и Чтоб Папа С Мамой Дружили Ну и Чтоб Ну и Чтоб Папа С Мамой Дружили Когда неполадившие между собой родители не могут поделить детей и крадут их друг у друга, мотивом чаще всего бывает банальная месть. Но к случаю чемпиона мира по рукопашному бою Павла Полоянгова это не относится. Он выкрал своего 9-летнего сына, чтобы спасти мальчика от неправильного, как он считал, воспитания матери. Увидев Сашу после трехлетнего перерыва, знаменитый единоборец пришел в ужас от того, насколько изнеженным и женоподобным стал его ребенок. А этого боец-рукопашник, победитель многочисленных турниров по кикбоксингу и боевому самбо, исполнитель героических киноролей и патриотических песен допустить никак не мог. У меня беспокойство появилось тогда, когда он ко мне приехал. И это было не беспокойство, а ужас. Ужас, слезы, которые я не мог показать. Но внутри у меня сердце рыдало, потому что то, что я увидел, я был просто в шоке. Вот каким был тогда девятилетний мальчик. При росте 150 сантиметров он весил 90 килограммов. Саша не мог даже повиснуть на перекладине, оторвав ноги от земли, не говоря уже о том, чтобы хоть раз подтянуться. Настолько он был слабым и неуклюжим. И это было тяжелейшим ударом по самолюбию его отца. Покажи, как ты подтягиваешься на перекладине. Отца я вообще не умею. Ну как не умеешь? Ты же школьник. У вас есть руки физкультуры. Давай, показывай. Ну-ка. Ну вот так вот клюшую. Ну как, подтянуться же надо хотя бы один раз. Но отсутствие физической формы было еще не самой страшной проблемой Саши. Отец обнаружил, что у ребенка катастрофически занижена самооценка. И всем своим поведением он демонстрирует не мужские качества, а копирует женские манеры своей мамы. Естественно, я еще увидел, что, конечно, у него вот эта вот женственность превалировала в его характере. Стервозность вот эта вот какая-то от мамаши доставшаяся. Ну вот нехорошая. Естественно, я должен был этим заниматься. Потом, когда я понял, что за лето я не решу вопрос с лишним весом, потому что он очень большой, 90 килограммов, ребенка 150 сантиметров. Я принял решение, что он никуда не поедет. С женой Викторией Павел Балаянгов развелся еще в 2002 году. Ему тогда светило большое будущее в столице, куда Павел и уехал из родного Кемерово. Решение суда о том, что сын Саша остается жить с мамой, в тот момент казалось единоборцу правильным. Он был уверен, что тогда еще совсем маленькому мальчику необходима была именно материнская любовь, а не прелести кочевой жизни отца, который колесил с турнира на турнир. Разве мог он тогда подумать, чем это обернется для Саши? Он родился нормальным, просто его запустили и все. Ребенок педагогически запущен, несмотря на то, что мать его педагог. У него же вдолбили, что все люди разные и с каким уклоном, что разные, значит, можно быть и свиньей жирной, можно быть и дебилом, можно быть идиотом. То есть вот так у него это вкладывалось. Спустя семь лет после развода Павел услышал о кинопробах, где на одну из ролей требовался пухлый мальчик. Он сразу же позвонил бывшей жене и попросил отпустить Сашу в Москву. Но когда мальчик вышел из поезда, отец не поверил своим глазам. Саша был уже не просто пухлым, а с явными признаками ожирения, что потом подтвердили и врачи. Более того, его интеллектуальный уровень тоже был не на высоте. К примеру, после двух лет изучения в школе немецкого языка, мальчик не знал самых элементарных вещей, не мог даже посчитать до десяти и сказать на немецком банально «Меня зовут Саша». Ученик, закончивший второй класс. Ну, дальше. Что ты говоришь? «Сюнс» дальше. «Сюнс» Дальше. Ага, супер, ага. Несмотря на протесты матери, Павел решил, что во что бы то ни стало заберет сына и займется его перевоспитанием. Первым делом он попытался понять, какие у мальчика наклонности, чем он интересуется и в каком направлении его нужно развивать. В первую очередь он с помощью специалистов попытался поднять у парня самооценку, а заодно и исправить кордавую речь. Я. Я. Александр. Александр. Великий. Великий. Я. Я. Представитель. Представитель. Морского. 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 Рода. Рода. Смотрите после рекламы. Как сын обидел чемпиона мира по рукопашному бою. Товарищи, ну вы смотрите, что еще один человек может стать мерзавцем. Что превратило простого рабочего в народного героя. Мы это дело обжаловали и победили. И почему одиноким отцам не дают материнский капитал. Это не деньги для матери или для отца, это деньги для ребенка. Каждый день рядом с сыном приносил неожиданные и не всегда приятные открытия. Так однажды отец обнаружил, что Саше недоступно даже самое любимое занятие всех мальчишек его возраста. Лазить по заборам. Мальчик попросту не мог задрать ногу. Павлу стоило немалых усилий привести Сашу в хорошую физическую форму. Личный пример. Мясо с овощами вместо сладостей и упорные тренировки вместо компьютерных игр за три года сделали ребенка совершенно не похожим на того толстого увольня, который приехал когда-то в Москву на пробы. Честно говоря, очень сложно, потому что я человек занятой, чертовский, а ребенок сильно запущен был. Очень запущен, поэтому мне приходилось там очень сильно мозги напрягать, чтобы его не травмировать. Сашу было не узнать во всех отношениях. Мальчик, который не мог запомнить несколько слов на иностранном языке, через пару лет знал наизусть больше 50 басен. Причем не просто знал, а мог без стеснения их декламировать, проявляя при этом задатки актерского таланта. Портфолио Саши Балаянгова занесли в актерские агентства. У мальчика открылись совершенно новые перспективы. Однако Сашина мама все это время была недовольна общением сына с отцом. Возможно, она просто скучала по мальчику и боялась, что он не захочет вернуться к ней. Но Павлу казалось, что она нарочно сводит на нет все его воспитательные достижения. Был такой даже эпизод чертовски неприятный, но он иллюстрирует влияние матери на него. Когда я очень много, он приехал, жутко картавил, ну, жутчайше, а вот, и много мы занимались дикцией. Прям очень много-много. И когда очередной раз у меня безлимитный телефон, я им дал пообщаться, там, они общались, сколько влезет. И в очередной раз после общения с мамой он начал опять жутко картавить. Я говорю, сынок, я не понял, в чем дело-то? Ты чего картавишь-то? Опять? Мы же столько занимались. Он мне сказал, мама и нахавится, когда я картавлю. Виктория обвиняла бывшего мужа в похищении ребенка. В том, что он издевается над сыном и насильно удерживает его рядом с собой. А Павел периодически записывал с сыном видеоролики, опровергающие обвинения экс-супруги. А у меня есть собственные животные. Да ты что? Да, кот и кошка. Я понял. Я за ними ухаживала. А с мамой такого не было. Угу. Вот. Я понял, понял, понял. Хотя я очень хотел. Сашина мама наотрез отказалась передавать документы, чтобы отец мог устроить мальчика в московскую школу. Поэтому Саша учился на дому. А когда Павлу Балаянгову пришлось лечь в больницу из-за травмы плеча, Виктория не применула воспользоваться случаем и забрала сына домой. Почему я старался придать этому огласку, ходил по передачам, звонил в СМИ, говорю, товарищи, ну вы смотрите, что еще один человек может стать мерзавцем. Ну просто, ну на мой взгляд, да, что человек, который ненавидит всех и себя в том числе, да, будучи в том виде, который он ко мне приехал, мне признался, папа, ты правильно говорил, я ненавидел всех и себя. Ну как вы понимаете, он нормальный вырастет после этого. С тех пор Павел больше не видел сына и даже не звонил ему. Он не может простить Саше, что тот пошел на поводу у матери и даже не сказал отцу, что бросает его и возвращается в Кемерово. Но больше всего Павла тревожит, что мальчик снова распустится, растолстеет и потеряет уважение к самому себе. Но что-либо предпринимать Балаянгов уже не хочет. Юридически правота на стороне Сашины мамы, поэтому единоборец больше не видит смысла сражаться за сына. Возможно, в моей жизни еще появится достойная девушка, и я все-таки пойму, что да, вот она вот та, с которой можно создать семью, и без проблем выращивать детей, которые будут достойными членами общества. В этом неприметном доме в Нефтекамске на втором этаже живет настоящий народный герой. Отца-одиночку Александра Афанасьева узнала вся страна после того, как он отвоевал у пенсионного фонда материнский капитал. И это при том, что в его случае шансы на победу были ничтожно малы. По закону я никаких прав не имею вообще, потому что закон гласит, что имеют право женщины, родившие двух детей. То есть дети должны быть одной матерью. Мои же дети от разных матерей. Старший сын Александра Максим от первого брака. После развода Афанасьев через суд лишил первую жену, маму Максима, родительских прав. Ей не нужен был ребенок, и я видел это, даже потому, что я платил ей алименты первое время, когда мы с ней развелись, что она просто эти деньги сама тратила на себя. Я не буду говорить, каким образом. И мы видели, что ребенок грязно переезжает ко мне на выходные, в рваных носках, в рваной одежде, голодный. В итоге это уже достало меня, и я подал документы, и сын очень рад этому, что я его забрал к себе. Когда Александр женился во второй раз, Максим сразу принял мачеху. Ирина была существенно моложе супруга, и быстро нашла с подростком общий язык. Они друзьями стали, даже устраивали какие-то мне заговоры вдвоем. То есть они друзья были очень такие хорошие. И я против их напора никогда не мог устоять, потому что и жена, и тут сын, как начнут на меня, так я со всем соглашался. Ну, хороший у нас союз был, брак. Можно сказать, это из самых счастливых, самое счастливое время в моей жизни было. Ирина собиралась усыновить Максима, но не успела. Внезапное кровоизлияние в мозг. Александр не ожидал, что останется один с двумя детьми на руках. Малышке Софии было всего восемь месяцев. Оправившись от горя, вдовец начал выяснять свои права как одинокого отца. И понял, что как папа двоих детей может претендовать на материнский капитал. Мне сразу же начали отказывать. Основываясь на том, что я мужчина и никаких прав не имею. Ну, меня как бы это обидело очень. Как так? Я воспитываю также детей двоих. И на каком основании мои дети должны страдать из-за того, что они живут с папой, а не с мамой. Я начал изучать этот закон и в процессе подал еще один раз. Но мне опять же отказали, опять же указав на половую принадлежность. Парадокс. Материнский капитал предназначен для детей. Но выдается только матерям после рождения второго ребенка. А поскольку у жены Фанасьева было только по одному ребенку, то и Александру эти деньги не положены. Общая тенденция это отказ одиноким отцам, которые самостоятельно воспитывают своих детей, получение этих денег. Но я хотел бы сказать, что это не деньги для матери или для отца, это деньги для ребенка. И в случае подобного отказа, который, разумеется, является незаконным, страдает прежде всего интересы малыша, поскольку государство наше позаботилось об этом ребенке. В прокуратуре, куда Александр Афанасьев обратился после отказа в пенсионном фонде, одинокого отца поддержали. Начался судебный процесс. Но ситуация поначалу складывалась не в пользу отца-одиночке. Меня загнали в такой угол, что я не знал, что мне делать. И я начал как-то сам пробиваться, интересоваться законами, консультироваться, писать письма, обращения депутатам, журналистам, СМИ, телеканалы, газеты. В итоге моя проблема создала такой общественный резонанс, что практически вся Россия и зарубежья узнала о проблемах отцов. Простой рабочей настройки Александр раньше занимался только тяжелой физической работой. И тут вдруг ему пришлось разбираться в законах, которыми он никогда даже не интересовался. Но отступать Афанасьев не собирался. Информация о моей борьбе вышла за пределы Российской Федерации. Люди писать начали с Германии, с Америки писали, с Австралии. Одна женщина целый год даже высвала моей дочке по 50 долларов ежемесячно. С Америки были посылки дочным детям опять же с вещами с какими-то подарками. Это все были бывшие граждане СССР. Они как бы переживали за мою семью. Спасибо им огромное, конечно, в тот момент это было очень нужно. В конце концов Афанасьев превратился в активного блогера, заручился поддержкой огромного количества правозащитников, журналистов и таких же, как он, одиноких отцов. Почти год он отстаивал в судах свое право на материнский капитал. Это здание народного суда, где проходили все слушания по делу. Потом я обжаловал, и дело перешло уже в Верховный суд Башкири, и опять вернули на новое рассмотрение, и здесь я победил уже на повторном рассмотрении дело. Ну, потом пенсионный фонд обжаловал, и опять дело направилось в Верховный суд и в Верховный суд в Башкортостан в Уфе оставил решение в мою пользу. Долгожданная и заслуженная победа простого отца-одиночки создала прецедент важный для всей страны. Теперь на опыт Афанасьева могли опереться сотни мужчин с детьми, у которых раньше не получалось повернуть бюрократическую машину к себе лицом. Любой человек, который самостоятельно воспитывает двух, более детей, имеет право на получение вот этого семейного капитала. Не нужно назвать его материнским или отцовским, это семейный капитал. И отец, который воспитывает двух детей, это тоже семья. И женщина-одинокая, которая воспитывает ребенка, это тоже семья. Смотрите после рекламы. Может ли материнский капитал изменить судьбу? Дети растут, и проблемы все равно будут возникать, и придется бороться за права своих детей. Как дальнобойщик превратился в кухарку? Помимо яичницы я приготовить ничего не мог, а надо детей кормить все-таки. Почему многодетный отец разочаровался в женщина? Он надежный по отношению к детям. Он их не бросил, не занимается ими. Но никто не гарантирует, что вы с ним сойдете. Куда потратить материнский капитал у Александра вопросов не возникало. Его семья крайне нуждалась в более просторной квартире. Ведь в двухкомнатной малометражке он жил вместе с двумя детьми, пожилой мамой и парализованным отцом. Афанасев быстро нашел вариант размена. Боялся, что пенсионный фонд снова начнет обжалование и отнимет у него сертификат. Но вот, наконец, мечта осуществилась. Просторная трехкомнатная квартира с двумя лоджиями и собственной комнатой для каждого члена семьи. После того, как въехали в эту квартиру, у сына появилась своя комната. Ему тут хватает места, балкон у него есть. Вот здесь он сам занимается, учится, образование получает, уроки делает и работает на компьютере. Да, я ему в личную жизнь его не вмешиваюсь. Он парень самостоятельный у меня. За сына Александр не беспокоится. А вот за дочку переживает все больше. Он чувствует, как девочка нуждается в материнском тепле, которое он, как мужчина, не может ей дать. У меня дочка растет боевая очень. Она как мальчик. И меня пугает начинает уже это. Потому что она вырастет как боевик у меня какой-то. Александр готов жениться еще раз. Но пока он в поиске. В первую очередь достойной мамы для своей маленькой дочки. И только потом жены для себя. Невероятно. Но благодаря борьбе за материнский капитал жизнь одинокого отца полностью перевернулась. Решил поступить в какое-то учебное заведение, чтобы немножко расширить знание законов. То есть я знал, что точка не будет поставлена в этом деле. Чтобы дети растут и проблемы все равно будут возникать и придется бороться за права своих детей. Я поступил в юридический колледж с молодыми ребятами, с девяти десятиклассниками, с детьми. И сейчас уже заканчиваю. В планах поступление в институт на юридический факультет. Но уже сейчас Александр проводит консультации по правовым вопросам, в первую очередь по проблемам семьи и детей. Понятия отец-одиночки до сих пор нет в законодательстве. То есть женщина имеет больше прав, больше возможностей. По тем же самым условиям труда, по социальным льготам отец должен это доказывать. через суды. То есть иметь свое право на что-то он должен доказывать через суд. Даже право быть отцом, предположим, при разводе между мужчиной и женщиной, отец должен судиться и отстаивать своих детей сам. Из простого рабочего со скромными перспективами Александр постепенно превращается в завидного жениха. Сильного, образованного и уверенного в себе. И все благодаря тому, что однажды он остался один с двумя детьми. Его маленькая София уже ждет не дождется, когда у нее появится новая мама. Она смотрит в садике на других детей, как там приводят мамы. Естественно, она просит какую-то тетю привезти. Уже прямым текстом мне говорит, приведи тетю какую-нибудь. Да. Потому что мне, говорит, нужна мама, ей охота, чтобы и косичи, кто-то делал бантики. А я это не умею, я коротко дочку свою стригу, и так приходится походиться, ну куда деваться. Александр верит, что еще будет счастлив в личной жизни. А его София наконец-то отрастит настоящие косы. По стопам несгибаемого отца-одиночки Александра Афанасьева пошел и Михаил Алешин из подмосковной Вантеевки. Он тоже 8 месяцев бился за материнский капитал и добился, получил сертификат. Вот только лежит он теперь мертвым грузом, потому что никаких возможностей его применить у Михаила нет. Он бы и хотел улучшить жилищные условия, но даже если сложить стоимость его 17-метровой комнаты в коммуналке с суммой по сертификату, на отдельную квартиру ему все равно не хватит. Квартиру купить я не могу, машину купить, которая мне как воздух нужна, я не могу. Я ничего не могу сделать. Это просто бумага. На пенсию его положить, до нее дожить еще надо. Положить на обучение ребенка, так у меня только старшая пойдет через 8 лет учиться. Какой смысл? Я не знаю. Маленькая Даша готова кинуться на шею любой женщине, которая обратит на нее внимание и сразу называет ее мамой. А потом очень расстраивается, когда эта мама уходит. Даша младший ребенок Михаила Алешина. Всего у него их трое. Нас у матери было тоже трое. А у мамы 6 сестер большая семья была. Вот, в принципе большая семья всегда была как приоритетом. Вот, я всегда хотел много детей. Ну, то, что так получится, то, что я с ними один останусь, это уже судьба, наверное, такая. Михаил бывший дальнобойщик. Много лет он пропадал в дальних рейсах, лишь изредка возвращаясь домой. Привезти деньги, повидать жену и детей, передохнуть и снова в дорогу. Он так и продолжал бы колесить по городам и весям, если бы однажды не обнаружил, что жена покатилась по наклонной. Запила. И остановить этот процесс Михаил уже не смог. Нерадивую мать лишили родительских прав, а Михаилу пришлось в один момент полностью поменять привычный уклад жизни. Для меня было привычно зарабатывать деньги, и все, я приезжал и уезжал, я приезжал там, ну, 3-4 дня, может быть, дома, и все, я уезжал, я детей, я практически их не видел, занималась все матьями, вот, а потом я не видел, как у меня, допустим, Настя пошла, я не видел, как у меня, Макс начал разговаривать, я ничего этого не видел, я все время был в командировках. Работу, конечно же, пришлось сразу бросить. Оказавшись наедине с тремя маленькими детьми, Михаил сам иногда чувствовал себя беспомощным подростком. Ведение домашнего хозяйства не далось ему сразу легко, приходилось всему учиться практически с нуля. Помимо яичницы я приготовить ничего не мог, а надо детей кормить все-таки, вот, как вам объяснить, я не знал что делать, не знал с какой стороны, как потом Дашка еще маленькая совсем была. Ребята постарше вроде, с ними было попроще, а Дашке еще двух лет не было. Вот, это и в садик ее надо устраивать, и, ну, проблем очень много было. Ну, как вам объяснить, как обухом по голове, а жить надо, надо их воспитывать, надо поднимать Михаилу было настолько тяжело, что он согласился на предложение отдела опеки временно отдать младшую Дашеньку в дом ребенка. Он понимал это вынужденная мера, и готов был приложить все силы, чтобы как можно быстрее вернуть малышку домой. А чтобы туда устроить, пришлось, в принципе, отказываться от нее полностью. Ну, как мне объяснили, что по-другому ее туда просто не возьмут, а здесь у нас нету дома ребенка, и поэтому пришлось писать заявление о том, что я от нее отказываюсь, и что вот так вот. Но следом за тем, как Дашу отвезли туда, я прямо туда приехал, поговорил с директором, объяснил ситуацию, написал о том, что дали мне время, чтобы ее не удочерили, потому что там на нее очередь была, там, соответственно, она бы в лед ушла, и я просто больше никогда ее не увидел. Тяжелая память о том непростом периоде сохранилась на фотографиях. Вот такой была Даша, когда ей пришлось жить в доме ребенка. Время шло. Михаил все глубже погружался в хлопоты о детях. Когда я остался один, только потом я понял, что такое быть отцом. Это когда ребенок не спит, это надо ночью вставать, это надо с утра встать, завтраки приготовить, это надо, ну, много чего надо. Через полгода Михаил забрал Дашу из приюта, и вся семья собралась в доме. Сложнее всего неопытному одинокому отцу приходилось на кухне. Поначалу он даже просил пожилую соседку варить суп для его детей. Другие соседи помогали с продуктами. Михаил изучил целую кипу кулинарных книг и в итоге научился готовить сам. А теперь уже подросла старшая дочка Настя. У папы появилась помощница на кухне. Там много блюд, шарлотка, винегрет. Вот на следующих, вот на этих выходных я приготовил печенье. Михаил долго искал работу. Ведь нужно было, чтобы график позволял ему отводить и забирать дочку из детского сада. О высокой зарплате, сравнимой с той, что он зарабатывал в заграничных рейсах, уже и речи не было. Да и работодатели не очень-то стремились заполучить сотрудника с тремя маленькими детьми. Теперь Михаил сантехник с зарплатой 10 тысяч рублей плюс крошечные детские пособия. Вот если мать одиночка, у нее одна сумма. А выходит, значит, сотрудник этой соцзащиты, я говорю, как же так? Я говорю, вы посмотрите, сколько она получает и сколько я получаю. Но они мне сказали, говорит, Миш, ты же, говорит, не мать. Вот он ответ. Все, этим все сказано. У нас понятия отец-одиночка в России просто не существует. Да, я многодетный отец, но не отец-одиночка. Понятия отец-одиночка до сих пор не существует. Ведь мужчина не может самостоятельно родить ребенка. Поэтому и полноценные льготы таким отцам не положены. Так что у одиноких мам хоть и немного, но преимуществ пока все-таки больше. И у одинокого человека, не состоящего в браке, по крайней мере, формально. У нас в стране, насколько я знаю, порядка 600 тысяч одиноких мужчин воспитывают детей в возрасте до 18 лет. Одиноких женщин, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет, порядка 5 миллионов 500 тысяч. Но в любом случае мы видим, что это явление. И необходимо принимать этого внимания. Мы не можем закрывать на это глаза. В прихожей у Алешинах вся стена в дипломах и грамотах. Папа с гордостью вывешивает достижения своих детей. Старшая Настя второй год учится в кадетском корпусе, где у него раскрылся настоящий спортивный талант. Чуть ли не каждую неделю девочка привозит домой по медали. То по скалолазанию, то по легкой атлетике. Теперь бы еще Максима куда-то определить. Отправить его в какую-нибудь секцию, что вообще было бы идеально, чтобы у него вот эта энергия куда-то уходила в нормальное русло, у меня нет возможности. Поскольку у нас стадион, есть у нас стадионы хорошие, стадионы, бассейн есть, и все это дело есть, но все это находится на другом конце города. У меня ну никак у меня не получается, чтобы успеть на работу, сходить в садик, потом мне надо как-то его туда отвезти, потом его как-то надо забрать. Максим мечтает попасть в кадетский корпус, где учится его сестра. Он завидует Насти, когда она приезжает домой в форме. Но Михаила уже предупредили, что с недавних пор туда принимают только москвичей. Значит, его сыну дорога в кадетский корпус закрыта. Отец одиночко написал письмо Путину. Ждет ответа. Я, в принципе, единственное, то, что я понял за два года, пока я один, то, что мои дети никому не нужны, кроме меня. Просто никому. Такое же ощущение возникло у одинокого отца, и когда он попытался найти себе новую жену. В надежде встретить заботливую мать-одиночку, он начал переписываться с девушками по интернету. Но через некоторое время почувствовал, что женщин волнуют только их собственные дети. я понимаю о том, что я, допустим, есть мое мнение, и мне, допустим, жена вроде как бы не нужна, я понимаю, ну, я не эгоист, я понимаю, что детям мать нужна, но где ее взять? Я, может быть, не по тем улицам хожу, может быть, не в ту сторону гляжу, но нет. Смотрите после рекламы. О чем мечтает маленькая дочь одинокого папы? Не все женщины, все мамы. А на одно время меня мама звала. Как выполнить отцовский долг, когда все дети от разных жен? Мне кажется, я должен был родиться женщиной. И почему сын Понаровской не общается с отцом? Когда мать или отец препятствуют другому родителю общаться с ребенком, конфликт возникает неизбежно. Особенно больно Михаилу видеть, как страдает без мамы его Дашенька. Как не старается он восполнить ей недостаток женской теплоты, но заменить маму все равно не получается. Родная мать Насти, Максима и Даши, после развода и лишения родительских прав умерла. Если вы сейчас с Дашей поговорите, она вас мамой начнет называть через две минуты. У нее все женщины, все мамы. Она одно время меня мамой звала, потому что я в садик прихожу, но она маленькая девчушка, я прихожу в садик, она говорит, о, мой мама пришел, потому что я был мамой, потому что за детьми в садик приходят мамы. Она же слышит, что мама пришла, и значит, соответственно, я тоже мама. Ой, она где-то полгода меня так звала. Я вот ей объясняю, я не мама, я папа, а где мама? Я говорю, ну мама уехала, ушла, ну нету мамы, все. Считается, что отцы-одиночки имеют невероятный успех у слабого пола. Их шансы на встречу со своей второй половиной гораздо выше, чем у других мужчин. Но согласно статистике, только крошечный процент отцов-одиночек рискуют на повторный брак. Большинство же просто боится, что это пагубно отразится на ребенке. Мужчина, отец, который сам воспитывает своих детей, это надежный человек, но он надежный по отношению к детям. Он их не бросил и занимается ими. Но никто не гарантирует, что вы с ним сойдете здесь уже, как и в обычной жизни. Музыкант, певец и по совместительству специалист по нетрадиционной медицине Вейленд Ротт тоже одинокий отец. Но недостатков женщинах он никогда не испытывал. Темнокожий москвич, рекордсмен по количеству браков. Архитектор, лингвист, адвокат, певица, наездница и несколько балерин. На ком он только не женился. Но сейчас он снова одинок. С Вейлендом живет его младший сын Милан Джонатан. Плод любви с Татьяной. Девятый женой музыканта. Она сама приняла решение, что мальчику будет лучше с отцом. Я очень благодарен его бабушке, которая сказала очень правильно, на мой взгляд. Она сказала дочке своей, что Таня, это мальчик, и тебе будет трудно его воспитывать. Это правда. Это действительно с матери, женщине гораздо сложнее с сыном, нежели с дочкой. Потому что дочка там слизывает с мамой все, как ноготочки красить. Ей понятно, мама. А сын и мать это всегда конфликтная ситуация. Но это начинаются мужские и женские отношения, независимо ни от чего. И они пошли навстречу в данном случае ребенку. и и мне. Вейланд не стесняется признаваться в том, что большинство его жен, которые рожали ему детей, говорили, что главная мать для них это отец. Конечно, так. В принципе, папа заменяет на меня маму и бабушку и дедушку всех. Музыкант даже участвовал в родах. Принимал своих малышей и перерезал пуповину. Ну, наверное, это не совсем мужское. Мне кажется, иногда, что я должен был родиться женщиной, потому что я люблю воспитывать детей, поднимать попки и мыть, ходить за ними. Вейланд Ротт многодетный отец. Его не смущает, что все его дети от разных жен. Хотя и не всех он воспитывал в одиночку. Постоянство редкая черта у мужчин в эстрадной среде. Слишком много соблазнов, перед которыми не каждая звезда устоит. То и дело всплывают истории со звездными киндер-сюрпризами. Внебрачными детьми, которые нечаянно получились во время гастрольного романа однодневки с какой-нибудь заезжей знаменитостью. Вейланд Ротт на этот счет спокоен. Романы с фанатками это не про него. Он точно знает, где и от кого его дети. Да, у меня было достаточно жен. Но у меня есть одно неплохое качество. Я когда выезжал на гастроли, я не заводил себя никогда на стороне романов. То есть у меня такой, я же говорил, что я немножко похож на женщину, там, облапил женись, есть у нас в России такое выражение. Если я с женщиной вхожу в какие-то отношения, то я понимаю, что я должен на ней жениться, иначе зачем я вошел в эти отношения. Поэтому всех детей я знаю, они все от меня, все мои и все мной желаемые. Понимаете? Шестеро. Пятеро сыновей и дочка. С двумя сыновьями Вейланд не общается. Причина ему понятна. Так решили его бывшие жены, матери мальчика. Вейланд считает, что в этом нет его вины. Мамы намеренно настроили детей против него. Иначе почему они не захотели, чтобы в их жизни присутствовал родной отец, который искренне любил каждого из них? Когда женщина расходится с мужчиной, она как бы бьет в больное место. Если он любит деньги, она начинает с него требовать деньги. Если он любит там работу свою, она идет, пишет жалобу на работу, да, в свое время. Вот. Если он любит детей, не дай бог, то она будет отнимать у него детей. Отнять у меня деньги, это не моя проблема, мне все равно. Отнять что-то, решить меня работать, но отнять детей, это очень больно, это страшно. И они били самое больное. Когда между бывшими супругами возникает конфликт, ребенок часто становится орудием мести, инструментом для сведения счета. И, к сожалению, о чувствах самих детей воюющие родители обычно забывают. В борьбе за право жить со своими детьми обычно побеждает тот, кто сильнее, у кого больше денег, власти и связей. Когда мать или отец препятствуют другому родителю общаться с ребенком, конфликт возникает неизбежно. И вместо того, чтобы решить этот вопрос в установленном законном порядке, обратившись в органы опеки или в суд, второй родитель порой начинает действовать точно так же незаконными методами. Отказ в общении незаконен. Самая скандальная история с ребенком Вейланда Рода связана с певицей Ириной Понаровской. Это было в начале 90-х. Известная певица, создавшая себе образ роковой женщины и темнокожий музыкант из ее ансамбля. Их служебный роман и его последствия были тогда одной из любимых тем светских хроник. Их страстная любовь, а потом и громкий развод наделали много шума. Между Ириной и Вейландом разгорелась настоящая война за их сына Энтони. Понаровская обвиняла мужа в незаконном похищении ребенка. Род не скупился на ответное обвинение в больном воображении экс-супруги. Это известная история, когда я получил ребенка и мне сказали, ты его будешь воспитывать, потому что ты настоящий отец, и только ты его воспитаешь. Я не смогу. Я был счастлив от того, что ребенок хотя бы остается со мной. А потом меня его забрали. Ну, в общем-то, его украли. А потом написали, что я украл. Пара погрязла в череде взаимных претензий и запутанных показаний. И только сейчас, спустя уже много лет, Вейланд может вспоминать о том времени спокойно. Мы родили этого ребенка и жили с ней. Я был счастлив, мне было хорошо. А потом она решила уйти. И когда она уходила, она сказала, что я Энтони, конечно, оставляю тебе, сказала она, потому что я понимаю, что ты настоящая мать и так далее. Не будем все это пересказывать, это все неинтересно. Он остался со мной. И она уехала. Я долго ее просил как бы не делать этого и сказал, ну, ты хотя бы там давай не будем разводиться, потому что ты там нагуляешься, я так понимаю. А потом тебе захочешь вернуться и все надо по новой. Не срывай крышу с дома. Но Понаровская уже приняла решение окончательно расстаться с мужем. Энтони добровольно остался с отцом. По крайней мере, так говорит сам Вейланд. Хотя мальчик тогда еще был совсем маленьким и вряд ли мог повлиять на решение родителей. А когда отцу нужно было уехать на гастроли, он разыскал Понаровскую и попросил присмотреть за сыном. В общем, я нашел ее через подругу. Она мне перезвонила. Я сказал, Ира, ты не хочешь побыть с Энтони буквально несколько дней? Я на три дня должен был с Аллой куда-то уехать, с Пугачевой. Вот. На гастроли. И она сказала, да. Там был еще один вопрос, который она сразу же задала в лед. А машину ты мне оставишь? Сказала она мне. Я сказал, обязательно оставлю. И уже во время гастролей Вейланд почувствовал, что ребенка он больше не увидит. Его опасения оправдались. И когда утром я позвонил, чтобы узнать, как Энтони, как он себя чувствует, к телефону никто не подходил. Все, у меня там сердце ушло вниз. Я уже все понял. Мне ничего не надо было объяснять. Меня там отпаивали, откармливали, в общем, приводили в чувство. Я с трудом мог работать. Я понял, что у меня забрали сына. С тех пор Вейланд с Энтони больше не встречался. Он надеялся, что когда сын подрастет, то сам сможет принять решение, нужен ему родной отец или нет. Сейчас Энтони уже взрослый. Но в жизни рода он так больше и не появился. Это тяжелая очень история. Не общаемся не потому, что я не хочу, а потому что его, видимо, так воспитали, что папа плохой, папа тобой не занимается. Хотя до трех с половиной лет я его вел, и он кроме меня вообще никого не признавал. Похожая история произошла еще с одним сыном музыканта Теодором. Его мама тоже препятствовала общению с отцом. В памяти мои не сохранились, как это все происходило между родителями и так далее, взаимоотношениями. Но в связи с какими-то конфликтами, скажем так, я не видел своего отца довольно-таки положительное время. Первый раз я его увидел осознательно в день рождения своего, 6 августа. Мне исполнилось лет 7, наверное, 8. Я включил телевизор с утра, еще телеканал был старый, сейчас его уже нет. И там отец выступал. И я услышал Вейланд Рот, но я слышал, что Вейланд Рот это мой папа. Я был в шоке, позвал бабушку, мы там посмотрели, она сказала, да, это твой папа. Через полтора года Теодор наконец увидел отца вживую. Вейланд встретил его возле школы. Но общения не получилось. Мальчик испугался, поскольку мама к тому времени настроила его против отца. Ну, сначала я его видел, когда он был совсем маленький, вот, а потом я его не видел. Но каждый раз видел, когда нужно было приносить Манюшку, да, вот, когда я платил какие-то алименты, вот, и мне его как бы показывали. Они говорят, он будет сегодня идти в бассейн, ты можешь подъехать. И я подъезжал к бассейну, и его быстро вели, он молчал, он боялся, он не понимал, он чувствовал и так далее, что с папой разговаривать нельзя. Но спустя время Теодор сам почувствовал необходимость в отцовском внимании. И они с Вейландом стали общаться. У них получилось подружиться, и теперь отец и сын уже не представляют себя друг без друга. Постоянно как бы видимся, созваниваемся, естественно, спрашиваю у него советов и так далее. То, что никто не даст таких советов адекватных и как бы совершенно непредсказуемых, как отец. Поэтому общаемся мы постоянно с ним сейчас. Ну и видимся, конечно. Не так давно от Вейланда уехал еще один сын, Майкл. Его тоже воспитывал отец. Но теперь Майкл вырос и ушел в самостоятельное плавание. Больше всего Вейланда радует то, что его сводные сыновья дружат друг с другом. А как же? А как можно не быть друзьями собственными брать? Конечно. С Майклом мы все время созваниваемся, допустим, какие-то минуса он мне кидает по ICQ, послушай, вот я там написал, я там ему говорю, скинь мне что-нибудь, я тебе там, может, текст какой-нибудь напишу. с Миланом попроще, там сидим, там поиграем, что-нибудь еще. Ну, классный ребенок, растущий, развивающийся, я думаю, быстрее, чем многие его сверстники. Милану уже 13. Недалек тот день, когда и он покинет стены отцовского дома. И хотя Вейланда уже за 60, он снова подумывает о детях. И вдруг я себя поймал на мысли, что не то, что в брак. Брак-то понятно само собой, я хочу, потому что я без женщины не могу, хотя очень старый, но не могу без женщины, ну что делать? Вот, я на меня не жанен для того, чтобы стирать, я все это делаю лучше, чем женщины. Вот, а мне для другого нужна. Вот, а я подумал о том, что я хочу ребенка. В последнее время все чаще появляются сообщения о новых научных разработках в области роботизации человеческих функций. Психологи опасаются, что все идет к тому, что люди получат возможность иметь детей от робота. Такого супруга или супругу можно будет подобрать по внешним данным, задать ему модель поведения, которая устроит вторую, живую половинку, и робот сможет воспитывать детей по всем правилам. Все эти возможности реальны, убеждены ученые. Вот только один вопрос остается открытым. сможет ли даже самая совершенная человекоподобная машина подарить ребенку настоящее живое чувство любви в полноценной семье, там, где есть мама и папа. человекоподобная человекоподобная entire человекоподобная создавшая человекоподобная служба Star взрыв и человекоподобная охраняющая красавица Льня itu